Разношерстная у нас компания. Помолимся Божию милосердно. И в жизни подателю приди селисяны. И очистены от всяких скверных. И спаси, блажь, души наши. Господь, благослови наши беседы, занятия по Слову Твоему Святому. Даруй, Господи, чтобы всегда все мы обращались к Слову Твоему в жизни нашей. Потому что нельзя прийти иным путем к Тебе, Господи, только через Слово Твое Святое, в совершенстве, знаемое нами, исполняемое, хранимое для других. Помоги, Господи, то, что имеем мы передать чадам нашим, чтобы они стали настоящими героями веры и прославили имя Твое Святое. И нас, Господи, всех спаси, помилуй, слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Так, у нас все меньше и меньше, да? А с какого возраста детьми-то у нас считают? Поснимай, я пойду ворота. Я ворота, я закрываю. Володя занят. А чем он занят? С какого возраста? Ну вот 16 лет, это дети, нет еще? Просто стой так, растущий. Вот скажите, кто хочет сейчас быть там на молитве? Мам. А вы не знаете сейчас? А как вы думаете, почему сейчас ваши сестры, братья подрастают и тут там стоят? Потому что им там лучше, интереснее петь. Им там лучше, интереснее петь. А сейчас там читают, там никто не поет. Ну, читают, слушают. Слушают, слушают. Им интересно слушать псалмы. Псалмы. Скажите, кто из вас читает псалмы? Ну да, просто открывайте псалмы и читайте их. Вот, допустим, псалтырь, 93-й псалом. Божие отмщение. Господи, Божие отмщение. И яви себя. Ну вот, прочитали вы. Ну, допустим, я поверил, что вы читаете псалтырь. Прочитали вы это дальше. Что вы поняли из этого? На, прочитай. Вторую строчку прочитай. Восстань себе от земли, воздай возмездие гордо. Так, кто такие гордые? Это люди верующие. А ты гордая или нет? Нет. Точно нет? Точно. Давай дальше прочитай. Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые, даже салаги будут. Кто так нечестивые? Это люди, которые нечестивые. А вот те, которые сейчас в храме, люди стоят, там, там. Там есть нечестивые среди них или нет? А? Есть, наверное. Есть, которые. Есть, конечно. То есть, вопросов возникают или не возникают вопросы? Ну и когда вы читаете псалмы, как вы сказали мне, то вы во все это вникаете? Нет. Переживаете? Ну, сначала прочитали одну строчку, вникли, поняли, потом следующую читали. Поняли, да? Молодец, поняли. И что, и часто вы так псалмы читаете? Ну, часто. Так. Хорошо. Теперь, как думаете, вот стоят взрослые, вот сейчас их спросите. А вы хотите сейчас на занятия пойти? Ну, пускай занятия не я буду вести, вот Игнатий Тетянович будет вести занятия. Как вы думаете, где они? Захотят на молитве стоять или здесь сидеть и слушать ответы на вопросы? Или разбирать какое-то место Писания? Как думаете? На молитве все-таки? Я думаю, здесь. Молиться каждый дома может. Я думаю, что, если вы понимаете, что такое интерес, вот я думаю, что слово история от слова интересоваться. Если вы интересуетесь своим будущим, то вы хорошо должны знать, что было перед этим. Тогда и будущее будет сохранено. Потому что столько люди глупостей делают много, что не сохраняют своего настоящего. Вот мы с вами знаем, что будут последние времена. А ведь многие люди, которые неверующие, которые нечестивые, написано здесь. Они не знают этого. Они думают, вот сейчас мир, ну и все хорошо так и будет продолжаться. А сами не знают, что своим неверием, своим нечестием перед Богом, они приближают этот Армагеддон. Ну это последняя страшная война, которая будет перед концом мира еще. Еще будет и конец мира, когда будет Антихрист править. Три с половиной года. Конечно будет. Мы узнали. Потому что в книге Откровения это написано, которую вот проходим мы с вами. А ты до конца еще ее не прошла. Мы с вами еще находимся только на законе Моисеевом. Никак дальше продвинуться не можем. Почему? Потому что нет у нас с вами времени. У нас община. То есть вас привезли и вас увезли далеко. А вы сами на занятия-то не приедете. Правильно? Позаниматься. Вот хорошо. Загуляевы остаются. Вас никогда на занятиях не видно. Вас, к сожалению, тоже, как говорится, и здрасте не услышишь иной раз. Почему? Потому что нет у вас интереса к Слову Божьему. Поэтому мы так все медленно и проходим. Одно-то по тому же на законе Божьем все еще стоим. А вы давным должно уже книгу Откровения были знать. А тебе уже можно было и прочитать. Да и тебе тоже. Не Воскроление? Толгование? Ну, прочитала ты дальше-то, что Армагеддон для тебя пустой звук. Ничего не понятно. Светильники какие-то там. Муж ходит. Он Христос, не Христос. А в Откровении все написано. Христос это или нет. Ангел, который связал сатану. Из-за этого, знаешь, какие дебаты? Целое общество религиозное образуется. Которое идут не в то направление. И ведут миллионы людей не туда. И спорят, что это просто ангел, это не Христос. Нам нужно доказать, что это Христос. Мы открываем места Писания из Ветхого Завета, из Нового Завета и доказываем. Почему? Потому что мы интересуемся. Мы интересующиеся люди. От нас зависит, когда придет антихрист. Как считаете, лучше, чтобы он быстрее пришел в антихрист или чтобы еще помедлил? Помедлил. Помедлил? А почему? Чтобы до Насты добрался. Быстренько умрем, чтобы не знать этого Армагеддона плохого. Ну, почему? Я хочу, хочу сказать. Лучше увидеть за Христом, подождать, чтобы он пришел. Апостол Павел в сомнениях тоже был. Говорит, хочу разрешиться и быть со Христом, Господом Моим. И понимаю, что и вам нужен тоже. А люди молят. Ну, еще расскажи, как тебя нашел Христос. Мы тоже быть хотим найденным. И сколько молили Его, и никто не видел больше Христа. Ну, видели, конечно, святые там, это же как святых-то знаем. Но на странице-то библейские не попали они. А апостол продолжал рассказывать и продолжал. И говорит, я понимаю все. А у него жало вплоть было. Ему, ну, просто по горло надоело уже здесь нечестие этих людей. Которым он рассказывает о том, какой прекрасный наш Господь. Какой он добрый, что Бог само милосердия и добро. А люди не верят, издеваются над ним, смеются. И кто? Верующие. Александр, Дмитрий. Верующие. Они его не пускают, говорит людям правду. Они его гонят. Почему? Отбивают их кусок хлеба. Потому что это просто заработок оказался. Не было у них интереса вечную жизнь получить. Вот в чем дело. А апостол Павел, будучи еще не верующим, нечестивым, гнал христиан. Он уже тогда интересовался, как вечную жизнь получить. Как ее можно? Только через Господа Саваофа. И вдруг Иисус Христос, Сын Его, которому все он отдал под ноги Его, читаем в псалмах. Выше ангелов поставил. Как так? Не может быть. Никто ничего этого не знал. И апостол все это раскрывает людям. Но не один апостол, и другие тоже апостолы. Но особенно любили апостола Павла. Видим 14 книг, читаем здесь их. Вникаем в них подробно. Мы тут на занятиях вникаем. А у вас чад. Чады такие уже, что выше меня. Причем девушки. Не видно. Почему так? И уже там они все стоят. Вот сейчас перечислим. Ваших там, сестер там, брат там твой. Есть он сейчас? Сейчас. Пришел. Вот Елема пришел. Туда же тоже. Причем я его на занятия сюда привел. А батюшка подошел его отсюда вывел. Не знаете. Батюшка не хочет, чтобы были интересующиеся истории. Не только в своей жизни. А в жизни всей церкви. Ну, наверное, потому что они взрослые. Они должны там сидеть. Должны сидеть. Вот у нас столько орнут. Должны сидеть. Ладно, там нас заперли, запечатали. Но потом, сейчас вот закончится все. Будет трапеза. Тут будет вкусно кормить. Будут песнопения, которые прославляют Христа. А молодежи будет песнопения. Какая должна быть прекрасная молодежь верующая. И ничего этого мы не видим. Ничего этого мы не слышим. Почему? Домой куда-то торопимся. Ну что, кто-то или родители против. Вы-то сами можете уже восстать. Вы же уже взрослые. Уже некоторые не знают, здесь хотят быть или там. Хочешь остаться на занятиях? А что родители не оставляют? Куда торопятся? Ну, привезли сюда еды, поели все вместе и все. И все мы знаем. А так, прибежали тут на 15 минут. Похватали что-то, похватали. Ни от каких мест не разбираем, ничего. Ну, просто прочитали Библию. А я-то знаю, что вы уже прочитали. Вам родители прочитали книгу исход-то уже. Понятно, вы ее и детскую Библию читали. А знаете, что... Ну? Ну вот, Агафья вообще-то хочет оставаться. А ей не дают родители. Агафья? Агафья хочет оставаться? А, так Агафья, ну, ничего себе. Если Агафья хочет оставаться, тогда бы родители для начала остались бы. Я сегодня уже сказал брату Игорю. Машин, стоянки для машин, да, расширили место. Стоянки для машин. Но о машинах лепечется Господь. О валах лепечется Господь, говорит апостол Павел. Машина-то для чего нужна? Чтобы привести сюда, что души человеческие. Души. Вот, мы сидим, мы души человеческие. У нас есть тело, а внутри душа, которое жаждет, жаждет спасения. Если уж животные жаждут спасения. Вы знаете, что животные? Вся тварь до ныне стянает и мучается. И написано, ждет избавления сынов Божьих. Она просится, как я хочу воды. Да, как воды она хочет, так она хочет спастись вместе с нами. Потому что они больше нас понимают. Они-то безгрешные существа. Не они же согрешили, а мы с вами. Тогда как душа хочет спасения, наше с вами, человеческое. А ведь душу можно свою сжечь, как и совесть. И будет черствая душа, будет обгоревшая душа. И говорит, будете, предстанете передо мной, как головня обожженная. Надюша, Надя, расскажи, там у нее занятия. Надя, иди сюда. Надя, еще будете заниматься после службы? Поэтому вы со своими родителями поговорите и скажите, мы хотим оставаться на занятии. Потому что нам мало того, что здесь у нас проходит. Ну да, вы тут заучили какие-то местописания, понимаю, там, почитали какие-то стихи. Ну, когда вот подготовка к праздникам идет, ладно. Но дальше-то нужно Слово Божие изучать, главное. На вас люди смотрят по всему миру и умиляются. Как дети хорошо читают стихи. А вот баптистские дети, они так хорошо поют. Слышали их песнопения, как они поют? Никогда не слышали? Что ли, я один слушаю, что ли? У нас куча детских песнопений баптистских. Прекрасные голоса у них. Все поют хорошо. И как они любят Христа, прославляют его и так далее. А на самом деле, на самом деле они прославляют Христа? На самом деле сектанты, они миллионы людей ведут в ад. И детскими голосами все это происходит. А вы настоящие православные дети. Вы понимаете, какая она у вас ответственность? Как вы должны Слово Божие знать, чтобы его благовествовать, нести? Вот сейчас идут братья благовествовать. Распространяют Евангелие, беседуют с людьми. А раньше ходили вообще по квартирам. Звонили и с людьми беседовали прямо на площадке. Сейчас кажется даже как-то немыслимо. Как так можно было? Сейчас там все позакупоривались так все. На ключи там всякие домофоны и так далее. Не просто так договориться уже. Попробуй сказать, что пришел о Христе рассказать. Вызовут уже, наверное, полицию. Я не знаю, в последнее время уже, наверное, несколько лет не заходили. Мы дома просто по улицам ходим беседуем с людьми. А молодежи-то нет. А как песнопение? Идите на смену уставшим бойцам. Не страшитесь Христа. Растите цветы, цветите, плоды приносите. Прекрасное в мире наследие Христа. Ну как оно в наследии Христа образуется, если вас никогда нету на занятиях? Сидят бабушки. Я говорю, бабушки, видать, все-таки то, что Христос сказал, пока зерно не умрет, не будет растения других зерен. Что вам, умереть всем надо? Всем надо умереть, чтобы дети поняли. А, вы тут все перемерли? Ну все, тогда мы вот сейчас с вами расцветем. Не может пшеничка этого сказать. Пшеничка, вот зерно есть, все, будет пшеничка, гречка, что выросла. Вы же видите, сколько семян Господь сделал. Вы возникли, тут целые семейства. Тут одно только непонятно, как в таком маленьком нашем обществе Господь находит любящие сердца, мужчину и женщину, парня и девушку, которые так любят друг друга. Рождаются дети, чадо, крестит их батюшка здесь. И вы номинально становитесь христианами. Слово номинально для вас, оно ничего не значит. А для нас это очень много, значит, тех, которые стоят молятся, которые пришли через грехи сюда. Господь вложил познание о том, что ты грешник. А вам Он не дал этого познания. Потому что вы, когда были грешниками, вы были вот такие вот, на Библию вмещали. Понимаете меня? Вас окунули, и вы вышли святыми. И вас воспитывали, нежели в святости все время. Вы в храмах были, получали образование церковное. Все время с вами проводят беседы, занятия, лагерь. Игнатий Тихонович, сколько трудится с вами. И приходим к чему? Зашел человек, ну он потеряет. Зашел, я думаю, зайдет на занятия? Нет, нет, прямой ходом туда. И там стоит. Он не слышал этих слов молитв. Занятия не нужны. Познание о Слове Божьем не нужно. Нету интереса знать, что будет дальше. А элементарного не знаете. Не то, что там, по Слову Божьему, по составу книги Библии. Толкование вообще не познаете никогда. Почему? Потому что, когда мы пришли, у нас душа была, она была как младенец. У вас душа уже, как взрослого человека. Вы тянетесь ко взрослым, ко взрослым. А ваше состояние младенчества, христианской души нету такого, что христианская душа младенец нету. Вы не лелеете этого. А нужно именно этим заниматься. Лелеет. Вот если будет у вас возможность, почитайте, как Геннадий Фаст приходил к христианству. Он пришел, наверное, 4 года мучился. Такие переживания. И как он все это мог описать. И когда он написал, я понял, каждый должен эти переживания пройти. Но я прожил их во взрослом возрасте. Но я был как младенец, ничего не знал. Но так как Господь мне дал знания, я умел читать, анализировать что-то, институт закончил. Я начал сам все искать. Господь мне дал и Библию, дал и жития святых. И, конечно, в итоге общество христианское я нашел. Но я был взрослый. А вы сейчас дети. И вам все это вкладывают взрослые, которые прошли это состояние. Становление христианина. Вы должны стремиться, где только услышали что-то, Господь говорит. И уже вы должны быть там. Я бы, не знаю, родители бы их баптистам сводили, показали, как у них там все. Жалко, если вы там побудете, уйдете туда. Потому что, когда вы увидите, там братское, какие у них отношения, то это просто страшно становится за православие. Его нету просто. Когда я побывал у баптистов, у одних там на коммунарах побывал, там побывал. И я подумал, так а православия вообще нету. Слово община в то время, когда я пришел ко Христу, это был 96-й год. Через занятия Игнатида, кстати, в университете это все произошло. То тогда слово община, когда говорили, что община Крестово-Жизненская, город Барнаула, сразу говорили, вы сектанты. А теперь везде община, община, община. Когда говорили о полном крещении троекратном, говорили, вы сектанты. А теперь везде, у нас крестильня, у нас крестильня, у нас крестильня. И мы что? И это оказалось не главное. И занятия, начали о занятиях говорить все. Будем делать занятия. Там будем делать, там будет, и что? И нету занятий. А если есть занятия, то проходит Пушкина, Достоевского. А здесь вы проходите Слово Божие. Вам дают заучивать стихи и Слово Божие. Мы с вами проходим Ветхий Завет. С самого начала. Прямо читаем и построчно проходим практически. Почему так долго еще задерживаемся? Чтобы вы все понимали и умели не просто прочесть, пробежать их книгу, а проанализировать. Вот говорят, такие познания были у некоторых людей. Там Цезарь, Гитлер, Ленин. Они когда читали, то они каждую страницу анализировали. Почему всегда победителями выходили? Ну, в итоге, конечно, потом они все падали. Кто духовно, а кто интересно. Ну, практически все умерли плохой смертью. Но, однако, анализ какой был. И каждый христианин должен не просто знать, что есть Слово Божие, а любить его. Почему мы целуем Слово Божие? Почему мы, когда читаем, мы перед этим молимся с крестным знамением? Чтоб Господь нам помог. Так, ну, давайте дальше продолжим. Откроем Слово Божие. Итак, ну, давайте с вами начнем с Иисуса Новина. Первая книга. Первая глава книги Иисуса Новина. Так, у нас будет читать Тарасий. Начинай. Наук тебе, вот, вот, бумажку. По смерти Моисея, раба Господнего, Господь сказал Иисусу, Сыну Нарья, служитель Моисея, Моисея. Моисей, раб мой, умер. Итак, встань впереди через Иадан этот, этот, ты и весь народ этот землю, которую я дам им, сынам Израилю. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею, от пустыни и ливанов, этого до реки Великой, реки Евфрат, всю землю Хитов, и до Великого моря. Причинал? Давай еще, дочитай. И заход, заход, заходу, солнце будут переделы ваших. Вот, начало книги Иисуса, Сына Навина. Иисус, Сын Навин, ученик Моисея, избранник Божий. Вместе с ним был на горе. Вспоминаем сразу. Мы это проходили, все. Когда в землю обетованную еще народ только подошел, он был одним из соглядатаев, которые пошли 12 человек. И он говорил слова надежды, что можно одолеть этих сынов. Он и Халев говорили вдвоем. Остальные 10 говорили, невозможно. Они там такие все великаны. Стены у них до небес. Как мы можем там одолеть? А принесли плоды. Плоды огромные. Виноградную кисть вдвоем несли. Вспомните наш виноградик, который здесь рождается. И какую они... Кисть вдвоем. Аж палка прогибалась. Еле принесли. Других плодов огромных принесли. Да так, что народ удивлялся. Они в Египте жили. Там тоже тепло. Тоже что-то растет. То есть вот как планоносила земля. Куда Господь их посылал. Для чего? Чтобы народ жил безбедно и прославлял Господа. Которого они приняли. Господь избрал сей народ. От Авраама, от веры, от этого Евера. Который показал тоже веру в Господа. Все, почему евреи названы они. Все, Господь принял этот народ к себе. И дал им самое лучшее. Вот это мы с вами. Вот этот Иисус Навин. Вот этот Халиф. И те, которые потом попадут в землю обитованную. Это мы с вами сегодняшние. Господь заранее уже определил нас в рай. Но это только надежда имеется. Только надежда. Мы должны проявить терпение. Должны проявить. Должны опытность проявить. И в надежде войти в царство обитованное. Рай. Небесный Иерусалим. Который сейчас на небе ждет верных Христу. Моисей. Моисей это как сам Господь Бог. Который заповедал. Иди туда и найди землю обитованную. Вот Иисус Христос заповедал нам. Вознесся. Но если с Иисусом Навином была сила Божия. То с нами сам Господь. Святой Дух. Не просто мы. О, сейчас да. Мы такие герои встали. Нет. Эту силу дает нам Дух Святой. И поэтому нам намного легче попасть туда. В эту землю обитованную. И просторы видите. Господь показывает географические пределы этой области. Все нам тоже Господь показывает. Это пределы нашей с вами души здесь жизни. Есть пределы. Ограда церковная. Вот эти пределы. За них выходить нельзя. Сколько у нас уже мчат ушло за пределы ограды. Сколько у нас людей было в общине. Их дети подрастали. И никого тут нету. Вы не обращаете на это внимание. Может быть вам не надо. Вы еще маленькие. Но в конечном итоге вы же уже подрастете. Уже твоя сестра там стоит. И твоя сестра там стоит. И брат твой уже там стоит. Уже большой. Все. Вырос. Интересует их это. Сколько они там простоят. Когда их там не будет. Потому что мы привыкли. Как только все выросли. Чадо. Их нету. На занятиях не было. Они все ушли. Вот у меня сейчас в сердце надежда большая на брата и сестер загуляренных. Потому что они у нас присутствуют на занятиях. Иногда вопросы задают даже. Ну правда редко. Не знаю. Когда они присутствуют телом. А когда умом. Вот хотел бы чтобы умом присутствовали. Ганида. Ганида тоже взрослой. Устал. Помоги Господи. Ну все равно вы там будете петь конечно. Помоги Господи. Чтобы наклилось. И вы как надо изучили эту сложную тему. Потому что пение это сложно. Служно. Ибо твои старцы силы слава веки. Аминь. Иже из-за всива сиявши незреченно. Иже не родися сугубь естеством. Всего же видящее нервничество. Вот теперь прочитай вот это вот. Никто не. А. У меня нет. С пятого стиха. Погрубче. Никто не устоит пред тобой во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем. Так буду и с тобой. Не отступлю от тебя. И не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен. Ибо ты народу этому предашь во владение землю. Которую я клялся отцам и к датам. Только будь тверд и очень мужествен. И тщательно храни и исполняй весь закон. Который завещал тебе Моисей. Раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево. Дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит эта книга закона от уст твоих. Но получайся в ней день и ночь. Дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих. И будешь поступать благоразумно. Подожди. Так. Вы слышите слова? Кто это говорит Иисусу? Раб мой Моисей. Господь говорит эти слова. Сам Бог говорит. И не отходит книга сия. День и ночь поучайся. От уст твоих. То есть как не отходит от уст твоих? Постоянно все пересказывай. Что написал Моисей? Это я написал. Постоянно пересказывай его. Всем говори. Направо, налево. Где только сможешь. А кто не примет? Где он будет? Да не. Где он будет? Это Господь определит. Дальше иди. Проходи дальше. Не надо там останавливаться. Ой, кто-то тебя не послушал. Иди дальше. Кто будет слушать, рассказывай тем. Те понесут дальше это слово. Из уст в уста будет передаваться это слово. Это о проповеди говорится. О проповеди. Вот так тайно ненавязчиво Господь говорит о проповеди. Иначе о чем тут еще говорить? Пускай она у тебя будет на сердце, перед глазами. Поучайся, поучайся в ней. И что дальше? Ну допустим, кто-то учится. На повара. Он учится, учится. И что, сам себе потихоньку готовит? Да нет, пошел дальше. Поварит там, другие вкус этот узнают. Там уже у него столовая целая. Человек дальше развивается. Или так, допустим, автомеханик. Что, себе машину отремонтировал и все? Нет. Много все это делают. Так же и здесь. Сейчас мы идем в больницу с нашими старшими братьями и сестрами. Благодарю вас, что вы здесь с нами и живы. Благодарю вас, что вы здесь с нами и живы. Благодарю вас, что вы здесь с нами и живы. Субтитры подогнал «Симон»